Манас радиус Идея у нас зародилась В компании Моих друзей, братьев И так же она, наверное, два раза зародилась Один раз здесь, один раз за границей В Финляндии Зародилась на фоне того, что у нас нет Своего чего-то шоколада Обычно я даже Когда летал за границу, в Америку Я всегда брал коньяк наш А наши соседи-казахи, к примеру Всегда брали свой шоколад И вот как-то мы сидели и говорили А что нет шоколада нашего И вот с этого идеи зародилось Сделать вот шоколад наш То есть, получается, это была не ваша собственная идея А такая общая, да? Такая коллективная идея, можно сказать Но инициатором и основателем Был я, да Вы являетесь у сушек Шоколады, да Я директор и единственный хозяин И в каком году она была создана? Так, идея была вообще в 16-м году Работа началась Проводится с 16-го года, с декабря И мы открыли это все уже в ноябре 17-го Запустили, да? Да, спустя почти год А с какими трудностями вы столкнулись? Вот, допустим, начать какой-то бизнес На начальных этапах Это же очень сложно? Самые большие трудности Это, наверное, был рецепт самого шоколада Потому что сама идея была сделать его очень вкусным И самым натуральным Все производители, которые готовят у нас здесь Все используют, ну, такие добавки Но мы хотели, чтобы он был чистый Поэтому мы долго искали ингредиенты И вот в конце нашли все в Бельгии Которые славятся самыми лучшими Вот заказали оттуда Потом сложности у нас были с дизайном Я нанял, наверное, 5 разных компаний дизайнеров И они нам делали разные дизайны И, наверное, у нас штук 20-30 здесь Разновидности Кыргызстана, которые мы делали И вот в конце остановились на этом дизайне Мы делали большой опрос Среди людей, политиков, среди всех И вот в конце Что они предпочитают? Что они предпочитают, какой дизайн, да Потом долго мы разрабатывали дизайн плитки самой Если вы ее видели, она вот в форме киряге То есть в юрту заходите, вот эти палки Вот у меня идея была, чтобы все было национальное такое И посередине тундук А скажите, какие ингредиенты в этом шоколаде? Ну, шоколаде... Кроме шоколада, конечно А, ну вот в Красном, Кыргызстан, который первый Там какао-масло, какао-порошок и сахар И больше ничего? И больше ничего нет, да Без ГМО, без добавок Да, без ГМО, без добавок То есть получается это чисто экологический продукт Да, да Поэтому он самый дорогой на прилавке, на шоколад Самый дорогой считается среди всех Вот, допустим, у нас на прилавках из представленных видов шоколада, да Которые импортируются Чем отличается ваш продукт? В чем особенность? Ну, особенность в том, что он чисто натуральный Также сахар, он наш местный Вот, мы стараемся максимально использовать нашу продукцию Какао у нас как бы не растет какао-порошок, поэтому мы их закупаем С курутом, например, нам готовят фермеры Садбаши Курут, специальный курут, чтобы он с шоколадом совмещался А откуда вот появилась идея с шоколада, с курутом? Это наш технолог Олег Кувшинов Это вот ее идея была Это он придумал, да? Это он придумал, да А вот с добавками новой чукой, это мы уже сами так экспериментировали Вот расскажите о новом продукте, который вот я недавно тоже увидела Только в интернете видела Вот на прилавках еще не встречала Они уже есть? На прилавках вот с этой недели во фрунзе появится Со следующей недели в глобусах, в народных А в чем отличается, допустим, вот чукой от стандартного Кыргызстана? Так, Кыргызстан он у нас темный шоколад, 55% какао содержание Чукой он у нас молочный, там 32% какао И там еще какие-то добавки, да, я вижу? Да, вот с изюмом, с курагой, с грецким орехом и просто молочным С грецким орехом То есть вы используете те продукты, которые у нас производятся? Да, это все у нас с юга, все сухофрукты мы проверяем, нам фермеры тоже отправляют, мы готовим их здесь А как вы, допустим, устанавливаете цену, допустим, Кыргызстан, шоколад намного дороже стоит, чем шоколад чукой? Да, Кыргызстан он у нас 100 граммов, а чукой 80 граммов Плюс в чукой добавки есть, и поэтому цена как бы, она различается Плюс молочный шоколад и темный, он тоже отличается по цене А вы вот изучаете, допустим, рынок, да, насколько популярен ваш шоколад, покупается ли он? Так, да, у нас есть с магазинов со всех сетей, вот Фрунзе, Народный Глобус, они нам ежемесячно отчеты отправляют Вот мы по ним, ну, по продажам смотрим, как идет все Также у нас есть в аэропорту Манас, в Дьютифри продается, мы видим А почему именно чукой? Откуда это название? Ну, это была моя идея, потому что названий было очень много Вначале я хотел сделать, знаете, шоколад вот с книги Чингзайтматова, когда вот с фильма «Белый пароход», когда вот рассказывают же то, что мальчик с девочкой, сенесея, вот Бугуэне их привезла на Иссыкуль Я думал сделать такое, как бы мальчик с девочкой играет и Бугуэне Ну, потом, думаю, зайдут в магазин, дети, люди, посмотрят, ну, ладно А чукой это было такое, знаете, чтобы зашел и человек увидев, сказал, типа, что это? Заинтересовалась, да, и чтобы у него какое-то чувство было И некоторые как-то негативно относятся к чукой и шоколад, разные вещи Но зато всех цепляет, название, да, и название, вот фигуры Ну, вот насчет фигуру и персонажей мы сделали Дизайн это тоже ваш собственный, да? Да, 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 получается, идея вот моя была, а нарисовали это все уже дизайнеры А вот, получается, основная аудитория данного продукта – это дети, наверное, да, судя по упаковке? По чукой дети, да Вот мы здесь попытались, ну, и сделали полностью натуральным шоколадом Многие говорят, зачем ты так тратишься, дорогой Я говорю, у нас зато совесть чистая И вот мы все лабораторные испытания проходим Наши стандарт, тут каргостандарт Также вот халал сертификат нам дают Они полностью проверяют нашу продукцию, где мы готовим И чтобы у нас никто не боялся покупать Потому что 90% шоколадной продукции, которая у нас на прилавках, они, можно сказать, вредны для человека Может, там добавляются вот трансжиры То есть, получается, можно спокойно употреблять Да Больших количествах Да, он у нас полезный, можно сказать А вот расскажите о своей компании поподробнее Скольких человек состоит? На данный день у нас в компании работают где-то 17 человек Вот в основном это у нас цех, отдел сбыта, бухгалтеры, я директор Получается, у вас финансируется чисто вот вы сами, да? Да, это мои деньги Никто вас не поддерживает, спонсоров нет? Нет, это личные мои деньги Только сами, да? Хорошо Вот я вот вижу, что вы активно информируете свой продукт именно в соцсетях Или же в других интернет-ресурсах То есть, вы, получается, упор делаете именно на молодежь А вот в других медиа-ресурсах, допустим, вы планируете какую-нибудь рекламу запускать? У других, да Да, вот мы на радио, на телевидении Ну, Плиточный шоколад у нас, знаете, сегмент был более город, наверное Потому что дети покупают такое Кыргызстан, это, наверное, более даже для туристов, для гостей Вот, а сейчас мы к осени готовим выпуск весовых конфет Вот, и мы это уже постараемся на весь Кыргызстан, как бы, заявить Конфеты, они будут уже в другой упаковке, да? Да, конфеты, это, получается, такие маленькие конфетки Сейчас мы хотим, может, их даже в форме чукой сделать Даже чукой назвать Знаете, конфеты, как чукой И тоже будем использовать только вот нашу продукцию Сухофрукты наши Интересно А вот у вас есть специалисты, которые занимаются маркетингом, рекламой, обзором рынка? Этим всем я занимаюсь сам Вы сами, да? Да Все делаете? А обзор, вы какое-нибудь исследование проводите? Ну, исследование мы проводим только по продажам Плюс наши торговые агенты с магазинами работают И там уже картина, как бы, ясная То есть вы, получается, сам себе SMM-менеджер, да? А, ну, SMM у нас есть девушка Она, как бы, это все ведет, фотографирует Но вот каждый пост, она со мной, как бы, советуется Отправляет мне, чтобы я что-то подправил И вы, вот, допустим, участвуете в различных, допустим, рекламных кампаниях Или, может быть, являетесь спонсором в каких-то мероприятиях? Часто, да, вот мы поддерживаем студентов По регионам даем, школам, интернатам, конфеты дарим На конкурсах Вот недавно был конкурс на Иссыкуле Конкурс среди школьников и студентов Изобретателей СНГ И вот мы там, как бы, вручали подарки, сертификаты Также наша компания спонсирует школьников Инженеров Ежемесячно выплачиваем стипендии Такие компании идем А вот, у вас есть планы выйти на международный рынок? Известна ли эта марка за пределами страны? Ну, знаете, с нашими объемами К примеру, конкурировать с Россией и Казахстаном Ну, прямо посмотреть это мы не сможем Если только мы не откроем огромный многомиллионный завод Только тогда А сейчас, конечно, у нас цель просто Чтобы весь Казахстан потреблял только наш продукт Не импортный, а наш Чтобы знали, где это все готовится Что они едят Потому что вот мы сделали исследование Все конфеты Все, что приходит нам Некоторые готовятся в каких-то забытых российских городах Я вот в прошлом году ездил на эти заводы посмотреть просто И знаете, условия ужасающие В каких они готовят это все И наши, как бы, кушают это все Не знаю У вас, получается, соблюдаются, да, все нормы Да У нас все, как говорится, все чистота Вот даже, знаете, приходят проверяющие органы Они говорят, мы редко видим такие фабрики Где все соблюдается И так чисто и хорошо У вас есть, допустим, планы запустить Например, вот у нас есть известная кондитерская фабрика Где они, допустим, такой проект у них Можно у них проводить экскурсию То есть посмотреть, как готовится их продукция А мы проводили Школьникам, да, иногда проводим Сейчас Бесплатно Это, да, бесплатно Все приходят, смотрят Если, допустим, будут желающие прийти посмотреть Да, пожалуйста У всех, получается, да, мы всегда экскурсию делаем Смотрят Некоторые дети приходят, руками готовят Вот, допустим, у вас основная цель Создать какой-то определенный символ Или ассоциацию со страной Или же просто производить, так сказать, на экспорт Ну, на экспорт мы в ближайшее время точно не выйдем У нас планы только вот, чтобы покрыть наш рынок Крыгский рынок И чтобы наши люди вышли на тот уровень, где они знают, что едят И как бы они выборочно смотрят на состав Чтобы они ели качественную продукцию Поэтому у нас даже упаковки Все сертифицировано Даже те же упаковки у нас У нас сертификат на то, что они безопасны С едой А этот шоколад, он распространяется во всех регионах Или только по Бешкеку? В Оржской области есть В Джалабаде В Таласе На Искуле скоро появится На Искуле Да, вот в народных сетях В Глобусах Во Фрунзе вот есть А вот сложно вообще доставлять шоколад из Бельгии? Нет, мы заказываем Они нам привозят Они сами привозят Да, они через Москву нам привозят Я хочу вам сказать спасибо большое За то, что вы уделили свое время Пришли рассказать о нашем кыргызстанском шоколаде Желаю вам дальнейших успехов в вашем производстве Надеемся, что наш шоколад будут употреблять Не только в Кыргызстане Но и за пределами страны И также Я вот видела у вас Ваш шоколад в аэропортах Вы сами туда их... Да, мы вышли в аэропорт Да, нас берут Вот это очень хорошая идея Так как туристы уезжают Да даже наши кыргызстанцы уезжают куда-то за границу Могут захватить с собой в качестве подарка И таким образом Приказа разрекламировать наш продукт Спасибо большое Да, вам спасибо большое Манас Радиус Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!